Всем привет! Сегодня поговорим о пневмотестере фирмы MagicLine. Поставляется он в таком пластиковом кейсе. Внутри подкладка из поролона и комплект самого пневмотестера. Состоит он из самого прибора пневмотестера, соединительного шланга и комплекта различных выдлинителей. Что из себя представляет пневмотестер? Состоит он из двух барометров. Один со шкалой до 6 бар, второй со шкалой в процентах. Также тут присутствует регулятор давления воздуха и между барометрами откалиброванное отверстие, это специальный жиклер. Отверстие для подачи сжатого воздуха и два выходных отверстия с быстросъемным механизмом. Для чего вообще используется пневмотестер? Он позволяет определить степень негерметичности в цилиндропоршневой группе в процентах. Как работать данным прибором? Для начала необходимо подготовить двигатель автомобиля. Нужно его сначала прогреть до рабочей температуры, после чего отсоединить все свечи, открутить крышку охлаждающей жидкости и масляный щуп вытащить. После этого необходимо в диагностируемой цилиндре разместить поршень в верхнюю мёртвую точку. Причем желательно это сделать именно на моменте сжатия, на такте сжатия. Если это сделать на такте выпуска, то могут быть негерметично закрыты клапаны. Так что советуем все-таки это делать на такте сжатия. Как обычно выставляют поршень в верхнюю мёртвую точку, это ставят передачу, обычно пятую, и начинают вращать колесом. После чего необходимо подсоединить данный шланг и вкрутить его в свечной канал. Регулятор давления воздуха обязательно вначале должен быть в крайнем закрытом положении. После чего подключаем компрессор сюда для подачи воздуха и начинаем вращать регулятор давления воздуха. Воздух начинает проходить через жиклер, попадает в полость цилиндра и можно уже судить о том, какая у нас идёт утечка по вот этой шкале. То есть тут в процентах будет показано уже процент утечек. То есть желательно, чтобы стрелка оказалась именно в зелёной области. Ну нужно стремиться к 20 процентам, но в принципе в зелёной области это ещё достаточно такое рабочее состояние. Если стрелка показывает жёлтую область, значит уже есть какие-то проблемы. Ну если в красном, то это уже практически считается нерабочим двигателем. То есть необходимо производить серьёзный ремонт. То есть мы накачали, узнали то, что в каком-то цилиндре у нас есть утечки. Как производить дальнейшую диагностику, чтобы определить причину возможную негерметичности? Мы отсоединяем этот шланг, при этом он у нас остаётся включённым именно в свечной канал. Вот легко он так отцепляется. Подключаем в левый выпускной канал получается. И после этого у нас будет проходить уже давление, то есть нагнетание, минуя вот этот жиклёр. То есть так же делаем, устанавливаем давление в 6 бар, накачиваем и уже определяем на слух. То есть смотрите, если у нас например идёт, слышен звук из глушителя, то значит скорее всего у нас имеются какие-то неполадки с выпускным клапаном. Если слышен звук из дросселя либо впускного тракта, значит скорее всего у нас неполадки с выпускным клапаном. Также, например, если мы откручиваем крышку охлаждающей жидкости и оттуда слышно бульканье, то скорее всего у нас идут уже утечки из прокладки головки блока цилиндров. Если доносится звук из отверстия масляного щупа, то скорее всего тут самая такая частая проблема это получается износились поршневые кольца, либо в крайних случаях уже идёт какой-то прогар именно цилиндра. Также, например, если слышно звук, то что доносится воздух из соседнего цилиндра, то опять-таки скорее всего это идёт именно проблема с прокладкой головки блока цилиндров. Вот. То есть таким образом можно определить именно место утечки, предположить причину вот этой проблемы утечки. Вот. Таким образом. И всё это можно сделать именно в статике. То есть вот такой прибор, то есть из минусов всё-таки его сложно подсоединить к двигателям там, где у нас доступ к свечам ограничен. И также есть, ну, более сложно именно в верхнюю мёртвую точку установить поршень цилиндра именно с автомобилями с автоматической коробкой передач. Там нужно уже как бы специальным способом закреплять, удерживать. Вот. Из плюсов то, что всё это достаточно просто, наглядно, то есть в процентах уже показана степень негерметичности. Также прибор можно использовать, например, при выборе автомобиля, то есть при покупке. То есть можно определить то, что проверили, то, что уже там есть какой-то износ, то явно, что такой автомобиль лучше всё-таки не покупать. Вот. И то есть уже будут какие-то проблемы. В общем, прибор такой. В принципе, устройство его понятное и достаточно полезное. И если будут какие-то вопросы, задавайте. Всем спасибо за просмотр и всем пока.